Всех хорошее настроение, погода супер, считай пятница сегодня и надеюсь вы готовы узнать сегодня что-то новое. Меня зовут Женя, я работаю в сервер два года и на этом приготовительной речи заканчиваем. Поехали. Сегодня я расскажу про React. Как у меня тут написано, это еще один фреймворк, на самом деле это немного не так и сейчас мы узнаем, что же это такое, зачем надо и как использовать. Значит React уже два года, его начали писать в безызвестной компании Facebook в мае 13-го года. Это уже довольно такой старый, зрелый проект. И сегодня мы посмотрим, что же ребята успели за два года. Текущая версия 0.13.2 и тут стоит сказать пару слов, потому что обычно мы считаем, когда библиотека или фреймворк достигают версии 1, то они считаются стабильными, готовыми к использованию в продакшене и можно не бояться, что оно где-то будет вести, плагать, включить. Здесь же версия 0.13, но смею заверить, что с продакшеном React все хорошо, его используют очень большие компании, этих людей, все их хорошо знают. И я не знаю, почему они не выпустили версию 1. Были разговоры недавно, что 12 будет последняя, но они решили еще притормозить, может готовят какую-то клевую фичу. И можно посмотреть, как рос интерес к этой библиотеке. Вы видите, в 2013 году ее начали писать, через год ее начали интересоваться более-менее, это запросы в Google. И к 2015 году интерес возлетел, можно сказать, прям до небес. Вот этот вот скачок, который вы видите, и снова рост, это в январе была презентация, даже не презентация, а целый день конференция React.conf, на которой показали и анонсировали очень крутые штуки. И после этого еще, так сказать, еще новый скачок, новый прирост интереса к этой библиотеке. Ну и такая интересная цифра. На GitHub React собирал 21 тысячу звездочек, что в принципе довольно большое число. Браузер и два редактора кода. Собственно, что же меня заставило поместить их на отдельный слайд в джаваскриптовой презентажке? Для меня это было немного таким удивительным фактом, и я сначала аж так припел. И все эти три продукта, они, оказывается, они используют React. Собственно, нативные вроде как приложения с виду, но на самом деле внутри крутится джаваскрипт и даже незаметно, в принципе, обычному пользователю, но это круто, мне кажется. Если даже React начал завоевывать десктопы и нативные приложения, вытеснять, то это довольно-таки хороший инструмент. Остальные ребята, которые такие уже взрослые, понятное дело, создатели Facebook используют его, используют Instagram, Twitter, на GitHub появились компоненты для некоторых элементов интерфейса. Даже китайский производитель аккумуляторов Taobao тоже решил использовать. Flipboard — это переложуха для мобайла, может, и для десктопа есть. Они показывают новости, и эти чуваки вообще заморочились, они рендерят React на Canvas. Ну, скорее всего, они знают, что они делают, и в этом есть какой-то смысл, потому что React очень производительный. Также многие известные компании, как Atlassian, Yahoo, Reddit, Asana очень большие. Единственное, что я удивился, это New York Times газета, вроде бы не айтишная контора, но использует тоже такие продвинутые штуки на своих страничках, проектах. И самое большое удивление — это Сбербанк. Это вообще я аж удивился, что… Да, Сбербанк использует React, и это очень даже странно, интересно, клево. То есть, как вы видите, достаточно много серьезных игроков уже используют в продакшене. И давайте смотреть, что же есть React. Сегодня мы поговорим о компонентах, не веб-компонентах, React использует свои компоненты. Веб-компоненты — это достаточно новая технология, на React уже два года. Вот, и он использует свои компоненты. React, как я говорил, это библиотекция, это, можно сказать, Vue is MVC, но MVC тут и не пахнет. Дальше про аферитектуру я тоже расскажу. JSX — какая-то невидимая хрень, на первый взгляд. Дальше тоже посмотрим. Виртуальный дом — это одна из концепций, которая очень развивается, популярная. И все кричат, как это классно, потому что дом, нативный дом браузера работает медленно, и React привносит свои имплументы сюда, в эту степь. Синтетические ивенты, которые практически ничем не отличаются от обычных, изоморф-пренли, скажу пару слов, React готов к тому, чтобы его рендерили на сервере. И для того есть несколько причин. Самое главное — это производительность первого запуска, и для некоторых это может быть более важно — SEO-оптимизация, потому что все мы пишем SPA-приложения, которые отдают в BAD один пустой дивчик с ID-шником контейнер. И когда робот приходит, он смотрит, пустой сайт, он расстраивается, а потом расстраиваемся, и мы тоже. Реак дает возможность, используя нодовский сервер, рендерить себя же на сервере и отправлять уже готовый HTML в браузер. Причем делается по-умному, и когда в браузере React загружается, он подхватывает эту перстку, понимает, какой компонент, перекручивает туда биндинги, и дальше все работает уже как будто бы мы отрендерили страничку полностью на клиенте. То есть он подхватывает все, что ему вскормили, и дальше уже работает все как положено. Это довольно-таки классно, потому что не нужно прикручивать какие-то костыли в виде того же Phantom.js, который будет понимать, что пришел робот, и будет ему рендерить какую-то HTML, и отдавать. То есть у нас все работает единообразно, и это круто. OneWayDataFlow – это некая архитектура, которая была предложена Facebook. Противовес МВС я покажу ее попозже. И еще раз замечу, что это не фреймворк, он не закроет все наши потребности. Здесь нету ничего, что помогло бы нам забирать данные, никаких фетчей, ничего. React позволяет нам выбрать инструмент для этого, какой мы сами предпочтем. И он делает свое дело, он занимается UI и делает это хорошо. Начнем с самого главного, с компонентов. Когда мы начинаем писать на реакте, нам нужно немножечко сломать свой мозг и начать думать по-другому. Потому что раньше мы думали модулями, страницами, блюстами. Сейчас на сцену выходят компоненты, и поначалу можно разобраться, что же, собственно, есть компонент, насколько он должен быть мелким, насколько большим, что туда впихнуть, как вообще связать. И как таковых практик и инструкции «делай вот так», и это компонент, их как бы нет. И не всегда получается правильно выделить и сразу же начать писать. Есть некие рекомендации, что компоненты должны быть маленькими, должны выполнять одну функцию, одну какую-то логическую задачу, должны быть очень желательно реюзабельными, иначе зачем писать компонент, если ты его используешь один раз. И давайте посмотрим небольшой пример. Такой убогий макап. Представим, что нам нужно сделать маленькую приложеньку, которая сможет показывать товары, и мы сможем искать по ним, делать поиск, фильтраться. С чего начать? Что самое бросается в глаза? Это вот эти три штуки, три строчки. Они прямо сразу говорят, возьми меня, ты можешь меня переиспользовать, можешь три раза написать этот компонент, и не один раз написать, и три раза его сюда вставить. Вот, возьмем, ух ты, ничего себе, неожиданно. Возьмем три этих строчки и выделим компонент, плохо видно, это product item, например, я его назвал. О, супер, так лучше. Что же дальше? Дальше нужно, чтобы кто-то их отрендерил, чтобы кто-то понял, что на вход пришли какие-то, какой-то махив товаров, и их нужно как-то показать. Кто же будет составлять эти компоненты, рендерить их? Нам нужен какой-то контейнер. То есть это будет какой-то компонент products. И у нас осталась еще одна такая логическая зона, это зона поиска, которую мы можем тоже обернуть в еще один компонент search. Можно разбивать еще глубже, можно выделить вот этот input для поиска, и checkbox, который будет показывать только доступные товары, которые в наличии. Но все, как вы планируете дальше использовать. Если вы не планируете использовать по отдельности тот же search или checkbox, то можно делать один такой большой компонент search, который будете использовать еще в каких-то других местах приложения. Давайте посмотрим, как же это будет выглядеть в коде. В принципе, то же самое, что и на картинке. Есть какой-то, пусть компонент application. Сначала пишем компонент search, потом контейнер с продуктами и три продукта товара. В принципе, ничего сложного. И давайте же посмотрим, как реализовать сам компонент. Потом мы говорим компонент-компонент, а давайте же напишем первое, свой hello world. Не будем отходить от стандартных практик. И, в принципе, все очень просто. Возьмем какой-то простой компонент-гридер, который будет говорить hello world. Объявляем класс, вызываем у React метод create class и передаем ему минимальную конфигурацию. Минимальная конфигурация – это, собственно, то, что на картинке есть. Минимальная штука, которая нужна React, чтобы рендерить компонент – это метод render. И все, в принципе. Описали рендер, все, можно вставлять, он будет работать. Я тут вижу такую штуку, вы могли уже удивиться. Если кто не знает, мы в методе делаем return html. Можно подумать, что за хрень, что это вообще такое. Не спешите жать на крестик и закрывать митинг. Сейчас я все расскажу. Собственно, пока будем думать, что это просто вернули строчку и все. И нам нужно зарендерить этот компонент куда-нибудь. С этим чудесно справляется метод react render, которому мы кормим компонент. И говорим, куда вставить. Что, куда и все. И потом у нас в элементе с айтишником content будет div и hello world. Собственно, все классно. Hello world получился, но это уже скучно, никому не интересно. Все хотят новый ES6 синтаксис. Женя! Да? Ты слышишь? Да-да-да. Можешь вернуться к предыдущему слайду? Легко. Смотри, объясни тут синтаксис. Return возвращает div с hello world, и это все в скобках. Тут нет синтаксической ошибки, точно? Ошибки нет. Просто можно вернуть div без скобок. Просто это как-то... Мне хочется писать его с новой строки, чтобы не было return div, и сразу же вот это вот. Если несколько элементов, то оно будет смотреться немного некрасиво. Я ставлю скобки, чтобы писать со следующей строки. Ну, мой вопрос, собственно, ну... Я понял. Нет, здесь все в порядке. На самом деле, это div, это не html. Дальше я расскажу, что это такое. Ну, поначалу можно просто думать, что это вот вернули строчку. Ага, окей. Вот. Там все немного сложнее, и есть отдельные слайды для этого. Собственно, ES6 синтаксис. Это новый синтаксис JavaScript-а с новыми фичами, с классами, и уже существуют проекты, которые позволяют его использовать. Тот же Babel. Вот. И React идет много со временем, и сейчас можно объявлять компоненты, как простые JavaScript-классы. То есть то же самое. Мы берем, объявляем класс Greeter, у него единственная же функция render метод, и тот же самый hello world. Рендеринг в страничку происходит точно так же, без изменений. И этот синтаксис появился в версии 0.13, не так давно, и уже можно использовать его всю, новые крутые штуки. То есть React идет в ту идеологию, чтобы компоненты были как можно больше нативные JavaScript-классы. То есть они убирают некоторые API, которые можно было использовать, и говорят, вот делайте просто JavaScript-класс, мы поймем, что это такое, и будем использовать. Старый синтаксис также еще доступен, но в каком-то времени, скоро он должен стать деприкиднутым, и идем вперед. Ну, просто так рендерить строчки нам неприкольно, и нам хотелось бы передавать какие-то данные внутрь компонента, чтобы он работал в зависимости от этих данных по-другому. То есть мы хотели бы, например, не hello world, а hello, например, Иван, передать в компонент имя Иван, и чтобы он написал нам наш чудесный компонент hello, Иван. Делается вот очень просто. Все атрибуты, которые мы передаем в тех компонента, они доступны внутри компонента через this.props. И мы можем передавать name, age, все, что хочешь, и писать внутри рендера, использовать, обрабатывать, делать все, что угодно. В принципе, тоже ничего сложного. Поехали дальше. Собственно, то, что спрашивал Дима, JSX, это некий синтаксис, похожий на XML, очень страшно звучит, но на самом деле это прикольная штука, и она позволяет работать с темплейтами. И как уже в джаваскриптовом мире повелось, у нас много таких штук, которые нужно прикомпилировать, там тот же кофе, лес, сас, все такое. Вот, JSX тоже прикомпилируется, и самая прикольная вещь, то, что она прикомпилируется не в HTML, а в джаваскрипте. То есть, по сути, это, когда мы пишем div, это вызов какого-то метода в джаваскрипте. Вот, и тоже уже такая стандартная практика, можно компилировать на лету, просто вставляем скрипт и пишем теги с типом текст JSX. Этот скрипт пробегается, все компилирует, вставляет обратно, и у нас уже есть готовый джаваскрипт, готовый к использованию. Понятное дело, что для продакшена не годится, только для каких-то демок, для экспериментов, и так быстро поиграться, посмотреть. Другая штука — это transform offline, то есть мы можем заранее прикомпилировать и уже использовать чистый джаваскрипт, то есть как и положено, в принципе. Тут тоже пара вариантов. Первый — это использовать React Tools NPM, который потом сделает доступным в консоли команду JSX, которая может компилить и даже вочерить. Ну и самый зрелый вариант — это использовать build-to-way типа в браузере 5, вебпэк, которые позволяют очень классно компилировать, и заодно можно использовать ES6 синтаксис вообще во всем приложении, и сразу же все будет четенько запаковываться и выдавать готовый джаваскрипт к использованию. Вот тут, в принципе, ничего сложного. И так как я сказал, что компилируется JSX не в HTML, то есть несколько таких разниц, которые сразу же можно заметить. И я когда впервые попробовал написать что-то, я написал там какой-то простенький тудулист, захотел его раскрасить классными цветами, написал класс, подключил bootstrap, все классно, но не работает. И в консоли я почему-то тогда не посмотрел, документацию тоже, если хотел, закрыл поначалу, и что за фигня, даже классы не работают. На самом деле, так как компилируется в JavaScript, у нас слово класс, оно зарезервировано, и мы использовать его не можем. Так же самое как и for. Для этого нужно использовать другие идентификаторы, классные и HTML4. То есть оно, как бы, документация есть, но это нужно еще найти. Кстати, сказать про консоль, очень полезная штука. React информирует об таких неожиданностях, и ошибках, и потенциальных проблемах, которые мы допускаем. И в консоль, если смотреть, то он там иногда пишет ворнинги, говорит, чувак, вот здесь неправильно, поправь, потому что не очень хорошо. Есть еще несколько таких разниц, но про них можно почитать в документации, там не очень значительные отличия. Да, и если вы все еще не хотите это использовать, потому что выглядит вроде как не очень, что это за перстка в JavaScript, в методе прям как-то вообще страшно, и капец, хочется выколоть глаза себе, окружающим и убежать, то можно, в принципе, его и не использовать. Получается, правда, не очень красиво. Возьмем, например, такой кусочек div, hello, тот же самый, который был раньше в примере. Вот, это все, как я говорил, все элементы, это вызовы каких-то JavaScript методов. То есть мы можем написать React DOM div, передать туда параметры, и он всколбасит то же самое. Выглядит не очень, но можно пользоваться. Некоторые так делают. Если взять пример посложнее, например, имеем формочку, в ней какую-то строчку и просто надпись и input, то вот во что она превратится. Нам нужно уже для таких компонентов создавать элементы посредством вызова React create element, туда передавать им, потом атрибуты, которые будут пропортиями, как я показывал, name, one, сюда передаем объект, он попадает внутрь. Потом третьим аргументом передаем всех детей. То есть и так, 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 так. То есть даже вот этот вот небольшой пример, он выглядит уже не очень красиво. И, ну, может быть, они сделали это для того, чтобы, да, вы можете использовать, но вам это самим не будет нравиться. И такое. Вот. Собственно, GSX сделали для удобства, и они советуют, Facebook советует его использовать. Ну, и я, в принципе, придерживаюсь того же мнения, потому что это удобно. Нужно просто перебороть вот этот вот страх того, что верстка в JavaScript и кошмар-кошмар. Вот. Для тех, кто, собственно, вообще против, можно сделать, можно вынести метод render в отдельный файл, подключить его, так как это тот же самый метод, просто делаем импорт и вставляем на место рендера. Но это тоже мне не очень нравится, потому что, так, ты открываешь новый чистый файл, и можно писать еще там тысячу строчек, вводишь новый файл. А вот, и если держать, держать эту, так сказать, прям внутри компонента, то будешь стараться делать как-то это все компактнее, красивее, чтобы совесть не мучила. Вот. Поехали дальше. Такая довольно сложная, нужная тема. property и состояние. Property я уже показал. Что такое state? Узнаем чуть позже. Быстренько пробежимся по property. Собственно, это неизменяемые свойства компонента, которые мы один раз передали и больше не меняем, пока компонент жив. Их можно валидировать, выставлять типы, выставлять то, что is required, например. Вот. И если потом мы берем чей-то компонент, он внутри говорит, что ты мне должен передать то-то, 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 а я не передаю, то в консоли мы получим ворнинг, и React скажет, чувак, тут надо что-то передать. Оно работать будет, но можно сразу же сразу же отловить возможные ошибки. И если это реально нужный какой-то параметр, то сразу же я не передал, забыл, там ошибся, не знал, и передать. Два метода для работы с пропортиями, setProps и replaceProps, они деприкейтед, потому что раньше пропорти можно было менять, сейчас, как я сказал, они immutable, или как бы трубаться, если мы попробуем что-то изменить. Вот. Дальше state. State – это как раз противовес пропорти. Он динамический, это динамическое состояние компонента, и если state меняется, то компонент должен себя перерисовать, чтобы подхватить новые чинджи, новые данные, и, может быть, там как-то новые стили. Вот. Пара методов для работы со стейтом, setState, который берет объект и добавляет его, мерзит, так сказать, в state. Есть replaceState, который полностью перетрет все и запишет туда, что передали, и такой helper getInitialState, который задает начальное состояние компонента, когда мы его только создаем и рендерим. Вот. И этот метод становится потихонечку деприкатным, потому что я говорил, что React делает так, чтобы было максимум похожие компоненты на просто чистые JavaScript-классы. То есть мы теперь можем написать thisState в конструкторе, например, и все будет работать. Поговорим немножко про дом. Я уже говорил, что React приносит большие импровменты в дом. Вот. И дом всегда тормозит, и это такое часто самое узкое место в наших спа-приложениях. Для примера я нашел такой прикольный пример. Если взять пустой, создать пустой div, и даже не рендерить его в дом, то вот сколько свойств и методов у него там внутри есть. Причем вот есть такие даже, я даже не думал догадываться, например, on-volume-change или on-time-update. То есть я думаю, мало кто или даже никто из вас про них слышал, а тем более использовал. Это такое наследие от спецификации дом-1. Это по сути лего-си-код. Он никем не используется, но для обратной совместимости его как бы здесь оставляют. И React приносит в противовес вот этой громоздкой структуре такую небольшую структуру из шести свойств всего. И это собственно результат того React DOM-GIF например. Это описание какого-то элемента или компонента. Это работает в джава-скрипте. Это джава-скрипт. И как можно смотреть собственно оно работает очень быстро, потому что джава-скрипт, небольшие объекты, все очень быстро работает. И что классно их при сравнении, когда сравнивается что было и после каких-то изменений, то намного быстрее сравнить джава-скриптовые объекты, нежели вот эти громоздкие структуры дома. Это все виртуальный дом и строится он на таких двух концепциях, что мы будем на каждый чих перерендеривать концепции из 90-х, на каждый чих будем перерендеривать все приложение и дом в принципе неизменяемый. То есть как мы загрузили, так он там и живет. И писать приложение с использованием этих двух идей становится намного проще, а React уже внутри себя понимает сам, что мы пишем, что нужно менять, где не нужно менять, но для нас оно выглядит так, как будто поменяется все приложение. и собственно это работает очень быстро. В основе лежит клевый дип-алгоритм, который я покажу на следующем слайде. И забегая наперед, вот здесь есть видео с ютуба, некто Штефан Пеннер, он говорил о будущих версиях Эмбера, и Эмбер планирует использовать что-то наподобие виртуал дома в следующих версиях. Можно видеть, что перенимают эту практику и оно реально ускоряет очень быстро. Посмотрим немного на диф-алгоритм, который работает в основе виртуального дома. И так кажется, что сравнение элементов и деревьев элементов это очень непростая громоздкая задача. И обычно в наших приложениях если элементы меняются местами, то они меняются по горизонтали, так сказать, между братьями и сестрами. У нас есть сортировки, когда добавляются элементы, меняются местами. И очень редкая ситуация, когда мы меняем между родителями, выносим куда-то. Есть такие случаи, когда виджеты мы взяли с одного места, кинули куда-то в другое место, и там себе работает. Но это редкий юзкейс. чуваки сделали сравнение детей у одного предка. И это работает довольно быстро. как же собственно это работает. Как я говорил, есть метод setState, который изменяет состояние объекта, и после этого объект компонент. Компонент должен перерендерить себя, но он этого не делает. Сначала как мы видим на картинке слева происходит два и три вызова, и еще один на каком-то другом компоненте. То есть он React в своем виртуальном доме, он помечает эти ноды как грязные, и потом после какого-то времени он их обновит сразу же одной пачкой, чтобы не было вот этих вот в дом запись, 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 а за один раз все точечно обновится. Дальше собственно что я говорю, после какого-то прохождения цикла React обновляет компоненты, которые были грязные, и обновляет компоненты, которые дочерние. То есть обновляется все сап-дерево вниз от компонента, в котором что-то произошло. Делается это для того, что дочерние компоненты могут использовать состояние родителя, как какие-то входные данные, и они могут, ну они бывают, нуждаются в перерендеривание самих себя. Иногда этого и не нужно, и мы можем в принципе это регулировать, например, вот взять ноду красненькую, у которой есть две дочерних, то есть правая как-то использует данные родителя, и нам нужно ее перерендерить, когда родитель меняется, а левая нет, она просто себе что-то показывает, какие-то два элемента, и в принципе может быть и все равно, какие данные поменялись, то есть если что-то поменяется, то да, я перерендерюсь, если данные такие незначительные, которые мы не используем, то окей, мы не будем меняться. Для этого в этой моде, которая дочь или сын, нужно описать некий метод, который вернет true или false, то есть нужно перерендеривать, не нужно. Метод называется шут компонент апдейт, который очень классно называется, и сразу же понятно, что он себе должен делать. То есть мы берем измененные данные, смотрим, что с ними не так, что так, и надо, не надо перерендеривать. Вот за счет этого можно свести к минимуму ререндеринг компонента и ререндерить точно те места, которые нужны. И получается, что мы как бы считаем, что ререндерится вся страница, все приложение, но на самом деле React выбирает только те части, которые реально изменились и перерендеривает только их. За счет этого происходит очень большой прирост в производительности и это работает быстро. Я сказал уже пару слов про шут компонент апдейт, посмотрим на какие же еще есть методы в жизненном цикле компонента. Их довольно много придумали на каждый случай жизни. Можно влезть прям в любое место и можно перед тем, как компонент будет зарендерен в дом, можно после, можно перед тем, как он получит свойства, опять же шуткомпонент апдейт, перед обновлением, после обновления и напоследок перед удалением компонента можно еще сделать какую-то гадость, например, в методе компонент не будем этого делать и дальше. Поговорим немножко про архитектуру. Существует такое уже мнение, что MVC не торт уже и нужно что-то делать, что-то менять, потому что классно, когда у нас есть какая-то тудушка на MVC написанная, у нас есть пара вьюшек, там моделька туду, там какая-то коллекция, они работают и очень классно все разнесено, все четенько. Но когда вот как на этой картиночке мы видим, когда проект разрастается и у одного контроллера он начинает работать со многими моделями, которые работают с многими вьюшками, непонятные взаимосвязи, начинается каша, кошмар. В общем, и чтобы избежать вот этой проблемы для больших приложений, придумали некий другой подход к архитектуре, который говорит, что в One Way Data Flow мы должны передавать данные только в одном порядке, в одном направлении. Вот так будет проще, понятнее и вообще классно. Работает это примерно вот по такой схеме. Например, у нас есть какая-то view зарендеренная, мы нажимаем на ней какую-то кнопку, вызываем какой-то action, который попадает в диспетчер, диспетчер знает, что это такое, откуда оно пришло и что нужно сделать. Также еще у нас есть store, в котором хранятся данные, по сути модели, которые показаны на view. Store подписывается на нужные им события от диспетчера, обрабатывают эти события, меняют, фильтруют, все, что хочешь делать с данными и потом обновленные данные попадают в view. Есть еще второй вариант зайти в этот цикл, например, какой-то внешний action, когда что-то произошло, пришел какой-то pops-up, что угодно. И в принципе данные круговорот этих action идет в одном порядке, и у нас нет никакой возможности из view что-то у диспетчера вызвать или из view в story поменять какие-то данные. И это классно, потому что мы всегда знаем каким образом что работает, потому что оно все идет по одному пути, и всегда можно проследить откуда же что пришло. Нет этой каши, когда я могу себя взять и поменять что-то вообще в левом месте, а ты потом думай, почему у тебя оно сломалось. Это назвали словом флаг, сказали, что это архитектура, это ни в коем случае там не фреймворк, хотя уже есть куча библиотек со словом флаг внутри. Есть базовая, которую предложили в фейсбуке, но уже появились куча библиотек, которые приносят что-то свое, допиливают еще какой-то костылечек, убирают что-то, и можно подтюнить это под себя, потому что нет четкого гайда делайте так, никак по-другому, и оно будет работать. Можно варьировать подходы, и это классно. Angular использует двойной биндинг туда-обратно, и это не про него. Но второй Angular собирается использовать именно такую структуру, что OneWay Dataflow он, во-первых, потому что он немного более понятен, чем TwoWay, и также оно работает намного быстрее, потому что только один возможный вариант развития событий. и Ember тоже собирается использовать в следующих версиях именно этот подход. Собственно, что еще сказать про дебаггинг. Дебаггинг в принципе все классно, есть Chrome Extension, React DevTools так называемый, который можно поставить, он покажет всю структуру компонентов, можно взять отдельный компонент, посмотреть все property, свойства, состояние, в общем, все, что хочешь. И тогда я уже говорил про ворнинги, ворнинги очень информативные, порой, когда ты даже не догадываешься, что нужно что-то сделать, у тебя что-то не так, то он подсказывает, что собственно тоже круто. Что еще сказать? Как я говорил, уже в январе была React Conf, на которой показали новые крутые штуки, анонсировали некоторые новые проекты, фреймворки, вот, и, как я говорил, React это библиотека для рендеринга UI, но уже появляются такие штуки, роутер, React роутер, который уже стандарт де-факто библиотека для роутинга в React, появилась архитектура, то есть у нас уже есть библиотека, делает UI, роутер, есть архитектура, Relay и GraphQL две новые штуки, которые еще недоступны всем смертным нам, React, Facebook анонсировал их на конференции, Relay это фреймворк для забора данных, то, что я говорил, React не даст фетч с сервера, Relay позволяет, и GraphQL это некий новый язык, который позволяет описывать сложные структуры данных, например, если взять тот же какой-то холл-скейер проект, например, пациент, у него есть какие-то номера телефонов, адреса, я не знаю, процедуры, куча всего, и получается очень большой какая-то такая структура, и GraphQL позволяет эту структуру описать, и прямо в компоненте мы можем указать, что нам нужно вот это и вот это, и Relay вместе с ним сделать все за нас. То есть, мы уже можем и патчить данные сервера. Jest, я не говорил о тестировании, это библиотека для юнит-тестирования, которая немножко подпилена под Angular, ой, тьфу, я сказал, под React, конечно же, и это, так сказать, оберточка над жасмином, вот, и, как говорят у себя на сайте, что Jest это юнит-тест и без боли, ну, и классно, если так. Flow, это не настолько известный проект, продукт, это TypeScript для React, то есть, мы можем использовать его вместе с React, я говорил, что можно property валидировать на типы, и Flow, он тоже это все подхватит, и сразу же будет ругаться, что, ах ты ж, негодяй, ты передаешь не то, вот, и говорят, что в некоторых случаях это даже круче, чем TypeScript, и, пожалуй, самая крутая штука это React Native, которая уже доступна всем желающим, это, собственно, как можно название, это возможность писать приложение на React, и дать их в iOS, сейчас доступен только iOS, в скором времени обещают Android также, вот, это очень круто. Неожиданно, да, мне не нравится CSS, потому что с ним есть проблемы, и вообще это, начинаешь что-то делать, оно не получается, все, надо всего лишь подправить там кнопку, а получается такое, что кошмар. У CSS есть проблемы, и некоторые из них это, конечно же, это глобальные перемены, потому что если подключить тот же Bootstrap, то это там порядка, я не знаю, 600 новых глобальных переменок, и мы можем их менять отовсюду, и получается какой-то хаос, дальше мы не можем толком определить, где у нас есть дубликации, или где мы не используем стили, потому что нужно досталить кнопку, мы подключили Bootstrap, и там еще в довесок идет очень куча всего. Также dependency management, да, используя CSS, мы можем делать импорты, но разрулить dependency, прямо сказать, вот эти стили зависят от других, мы как бы не сильно можем. Тоже проблема с минификацией, мы можем убрать пробелы, можем заменить пробелы на ничего, но такую true минификацию с заменой переменных это не очень. И unclear behavior, то, что можно, если использовать вообще чистый CSS, подключая стили, вдруг подключишь не в том порядке, и все, оно уже все ломается, где-то что-то мы перетираем, потом используем important, и получается очень потом сложно. React идет и крушит вообще все установленные какие-то практики, и он предлагает, как один из вариантов развития событий, писать CSS прямо в JavaScript. например, вот так. Объявляем просто какую-то переменную styles, используем модный led, и разница в принципе небольшая, единственное, что мы не можем использовать в именах defice, поэтому используем camel case, и вместо запятых, точнее, вместо точек запятой, ставим запятые, в принципе, пиксели можно даже опустить, он поймет, что это число, возьмет, доставит пиксели сам, и можно писать немножечко красивее. вот, как это потом использовать? Перед тем, как я нажму пробелы, мы увидим пример, как доиспользовать эти стили, просто забудьте в принципе все, что вы знали про development, и держите, будьте open-minded людьми, не надо сразу же разбивать монитор, собственно, используем инлайн стили, вот, это довольно так неожиданно, и что за хрень, это же первое правило, не пиши верстку в коде, не используй инлайновые стили, похоже на PHP, и какой-то вообще ад происходит, но на самом деле это не совсем так, давайте посмотрим, какие проблемы решаются, и потом еще вернемся к слайду. Проблема с глобальными переменными решается тем, что мы объявляем локальную переменную внутри компонента LED Styles например, и все, то есть нам уже никто не сломает наши стили, и все будет классно. Помочь в поиске дубликации неиспользуемых стилей нам помогут статические линтеры, которых уже развелось довольно много, которые подскажут, что вот это не нужно, вот это убери. dependency management собственно можем использовать те же самые браузер и фай, и все, что хотим. Для минификации Aglyfy это все еще JavaScript, и также немножко становится более предсказуемым поведение, потому что теперь уже сложнее взять и написать в одном месте проекта, а сломается в другом месте. Вот, и собственно инлайн стили они не такие уже инлайн стили, как мы привыкли видеть. Во-первых, style это мы не пишем прям стили инлайн, мы кормим ссылочку на стили, стили лежат в другом месте. Вот, и собственно второе такой факт, это что style это вот как verb, как слово, оно намного более круто характеризирует вообще, что мы хотим сделать. Мы хотим style какой-то элемент, не хотим его классифицировать, как если мы пишем класс и даем ему какие-то классы. Вот, и еще одно преимущество это то, что это все еще виртуальный дом, и то есть наши стили они могут принимать участие также в этом алгоритме, и все будет меняться, как только мы что-то меняем, все сразу же подхватывается и точечно дейтится. Вот, и если мы научимся все это классно использовать, то можно выглядеть примерно вот так, как этот крутой чувак. Что я еще хочу сказать? Давайте посмотрим небольшое демо. Собственно, не демо, я хотел бы небольшой live кодинг произвести, чтобы показать, что в принципе писать на реакте очень просто. Не нужно много чего знать, нужно просто взять, посмотреть, как это работает, и можно спокойненько себе писать. Вольмем для примера тот же пример, который я показывал в макап с списком товаров и с фильтрацией с поиском. Я уже заготовил индекс HTML, у нас здесь есть подключение React и подключение JSX трансформера, который будет на лету компилить мне JSX. И я подключаю компонент application и рендерю его в какой-то контейнер вот сюда. В application у меня есть переменная price, в которой просто какие-то данные, и я их записываю в состоянии этого компонента application например в этом кубке компонент will mount. Видно хорошо? Я надеюсь. Можно еще увидеть. Хорошо видно. Давайте теперь пойдем к сложному. Самое простое, что нужно сделать, это вот эта строчка с товаром. Давайте сделаем какой-то компонент, который назовем productitem например, вот, создадим его, секундочку, так, создали, сделаем базовую структуру, назовем его, назовем его также productitem, вот, и минимальное, что нам нужно сделать, это функция render уже описана, и давайте сделаем что-то на манер той строчки, которая была в макапе. То есть, здесь мы можем использовать такие одинарные фигурные скобки, в англарио две штуки, здесь одна, и сюда мы можем вписывать property, который я уже показывал. То есть, мы знаем, что нам нужно отрендерить название товара и его цену. Вот, представим, что мы уже мы будем передавать сюда title, например, и через defuse будем писать его цену. Cost, например. В принципе, все готово, мы можем наш компонент использовать. Давайте посмотрим, что получится, если мы вставим его в application, так как у нас application после productitem, то мы уже можем здесь использовать этот компонент. Давайте попробуем отрендерить что-нибудь. Productitem, например, title title on, и пусть будет стоить 500 баксов. Да, еще одна деталь, это то, что оно похоже на XML, а в XML нужно закрывать все ноды. это происходит потому, что оно потом трансформируется в JavaScript и потом получится немного некрасиво. Поэтому все элементы должны быть закрыты, потому что если не закрыт, то оно трансформируется с ошибкой и будет просто ошибка синтаксиса. Давайте посмотрим, что получилось. Обновим страничку. Вот, фон 500 долларов. Все, супер, оно работает. По крайней мере, наш компонент работает. Дальше мы можем, что нам нужно, следующий слой написать какую-то обертку для наших товаров, которая будет получать массив вот этот вот прайс и будет строить кучу товаров из этих данных. Возьмем, добавим еще один компонент. это будет пускай продукт. Создадим его. Сделаем те же самые манипуляции, добавим пустой компонент. Так, называем его продукт. WebStorm подсказывает. Классно. И что нам нужно сделать? По логике мы всегда должны передать данные, передать массив. То есть, а после этого каждому элементу массива сделать из него продукт айтем и поставить куда-нибудь сюда, вот в этот тип. Мы можем сделать вот в этом методе рендер сделать какую-то переменную продукт, например. И это будет некая трансформация нашего массива входных данных. То есть, возьмем this props products и вызовем метод map, который передать им функцию, которая будет как раз с каждого элемента массива нам делать один компонент для каждого элемента массива. То есть, это будет item. И нам нужно из нее вернуть return значит то, что мы уже делали в продукт. item под и туда передать title это будет item title и cost это будет item cost закрываем элемент чтобы было все хорошо и теперь мы можем дальше в этом методе рендер использовать эту переменную продукт и куда-то ее вставить. Ну, возьмем сюда и вставим. Если вас смущает то, что мы прямо в методе рендер делаем какие-то манипуляции с данными то можно в принципе вынести это как отдельный метод там что-то типа generate products и прямо потом сюда его же и вставить. Тоже все будет классно работать. так так как кода немного и в принципе он считаемый понятен то выглядит довольно неплохо и мы можем это использовать. Женя, можно вопрос? Смотри, ты в эти компоненты постоянно что-то передаешь какие-то там параметры у него есть есть какая-то система проверки что мы передали то что нужно или вообще не передали и передали нужной структуры и так далее мы можем написать да есть я говорил про валидацию типов и раньше оно писалось как что-то типа проб types и передавался объект с конфигурацией сейчас с 6 синтаксисом мы просто пишем уже снаружи компонента пишем проб пишем проб types мы можем определить как например title он должен быть это react проб types и это должна быть что это должно быть это должен быть string и например он должен быть required вот так вот все круто спасибо да ну можно если хочешь можно сделать что-то типа item например равно и вот здесь твой прям сразу же весь item вот так вот сразу и потом потом тебе внутри просто придется там если ты хочешь написать здесь что-то типа там item title то тебе просто придется вот этот item везде указывать вот ну более красиво выглядит вот именно вот такой вариант когда ты говоришь что у тебя прям будет title такой-то cost такой-то ну не проблема если их будет много и ты вот так вот сюда их пикнешь в принципе но это уже как пожелаешь так на чем я остановился да мы вывели переменную product и теперь нам нужно просто взять и вот этот вот компонент product завязать в компоненте application уберем этот product item сделаем вот так сделаем из него products и передадим то что он просит он просит this products ну возьмем и напишем products и передадим туда заготовленный заготовленный вот price и давайте попробуем обновить страничку посмотреть так да все получилось все 5 товаров были отрендерены вот и здесь вот сейчас я немножко увеличу вот уже видно то что я говорил ворнинги react подсказывает что мы используем трансформер прям на лету и чтобы мы точно убедились что для продакшена мы не используем его а будем прикомпилировать наш gsx и еще один ворнинг то что он говорит каждый child в итераторе массива должен иметь уникальный кей property то есть и говорит даже вот проверь рендер метод компоненте products чтобы реакту было проще идти за изменениями он ему нужно понимать что что он рендерит уникальные компоненты то есть вот здесь products вот этот вот продукт нам нужно подсказать какой-то уникальный ключ чтобы ему было проще потом разруливать все изменения и он просит окей давайте ему дадим тот же item title например вот и сейчас если мы обновим то это warning должен исчезнуть да супер остался только gsx так где ага вот тормозило так что еще нам нужно сделать это сделать search я не буду делать я возьму чтобы было быстрее сделаю input и мы сможем фильтровать так давайте штамп давай смотри когда то есть мы передаем сейчас я покажу смотри смотри да у нас прайс получается такая динамическая не прайс а прайс это начальное вот этот стоит продукт это динамическое хранилище если мы через set state потом будем его менять вот как сейчас мы будем фильтровать мы будем делать set state будем туда передавать новый массив продукта то да и получается что вот этот компонент продукт вот этот вот собственно стоит вот этого компонента обновится и заставит перерисоваться всех всех сыновей и продукт тоже перерисуется и будут новые данные сейчас посмотрим так я создал компонент search создадим файл JSX давай помогаем JSX назовем его просто search так и здесь нам нужен можно убрать div нам нужен input простой input с type text да пусть так возьмем пусть какой-то placeholder равно search и нам нужно добавить какой-то interaction чтобы мы могли что-то вбивать искать запрос вводить и от этого что-то менялось для этого нам нужно написать что-то типа onchange и потом когда input будет мы будем вызывать какой-то наш метод давайте назовем его onsearch например или он change input здесь нам нужно будет что-то сделать прежде всего добавим его сюда on change input и так как React перестал автоматически биндить вызовы то нам нужно сразу же сказать что мы будем его вызывать с контекстом компонента и еще одна вещь которую нужно добавить это некое свойство ref от reference чтобы мы могли найти вот этот вот input и потом взять с него данные когда сработает метод on change назовем например search field неважно и теперь мы можем используя React API найти React найти дом ноду и этот метод который получает на себя reference из все вот эти рефы которые мы объявляем в компоненте они доступны из такого объекта как refs назвали моего search field да это же вот search и ты смотришь на то что у тебя внутри и можешь с этим взаимодействовать то есть вот уже вот этим вызовом мы получим мы получим наш input и возьмем у него value вот и это у нас будет какой-то текст вот и теперь нам нужно как-то сказать сказать его родителю это application js что у меня событие произошло мы тут мы тут серж сделали давай обновляйся делай что-то вот для этого в apple.jsx я добавлю для начала все-таки надо его зарендерить сюда и передадим туда какой-то чтобы наш дочерний парень мог сказать я посер я посер шел вот вот все данные назовем его как-то понятно он серж например он серж и передадим туда сделаем здесь он серж который будет фильтровать сами данные и передадим его сюда здесь он серж и тоже забиндим не забудем на здесь Женя можно вопрос да а зачем он еще не разберется сам в каком контексте вызван я узнал если не окно 6 синтаксис использовать то работает просто без blind да я не помню начиная с какой версии но они сказали что вот раньше ты писал просто this on search и оно работало но сейчас чтобы как сказать типа сделать больше предсказуемости то мы сами не будем ничего бандить и ты вот как тебе надо ты сам делай потому что если вызвать this on search то получится контекст вот этого вот компонента серж мы не сможем обратиться к методу on search ну такая мелочь важно про нее помнить и все будет хорошо так все метод мы туда передали теперь внутри мы можем использовать собственно как использовали с данными this props on search вот и все что осталось сделать это вот здесь вызвать этот метод с новым новой переменной текст вот сделаем давайте это сделаем здесь props on search не подсказывает и передадим туда текст Женя а в on change ты когда будешь заходить ты разве не получишь сам элемент на который ты change делаешь ну сам search в параметре в принципе да я получу то что я говорил есть синтетические ивенты это небольшие оберточки над обычными ивентами и можно но я просто захотел показать что в большинстве случаев остальных нам все-таки нужны будут какие-то вот эти вот референсы и чтобы вы знали что можно делать и так вот вызываем on search потом попадаем вот сюда и заходим вот сюда единственное что осталось сделать это сделать фильтр по полученному вот здесь вот запросу текст тоже вот и что нам нужно сделать нам нужно пофильтровать наш массив продуктов товаров пусть будет какая-то переменная фильтр и это будет можно даже вызовем на ней фильтр и передадим туда какой-то метод и что нам нужно это возьмем простой текстовый поиск поиск того что переданная строка входит входит в тайтл например сделаем return item title includes и текст вот все будем искать только по тайтлу по ценам не будем искать в принципе если все я сделал правильно то сейчас оно должно заработать появился появился search input и давайте поищем ошибок нет что-то пошло не так а да я пофильтровал но ничего с этим фильтрованным массивом не сделал все что осталось делать это сделать запихнуть его стать чтобы компания перерендерится и мы получили новые данные сделаем products и наш фильтр массив сейчас должно быть все круто попробуем наниться нарисовалась уже хорошо и все еще не вот так так что я сделал нет он он будет срабатывать каждый раз item title good text ага может ты покажешь нам как debug здесь сделать как раз я я я такой модный взял вот здесь вот запихнул в state продукты товары что я всегда хочу их назвать продукт вот но в сам компонент products я передал не state а я передал вот эту переменную price которая не меняется и понятное дело ничего не меняется в ней и она рендерится точно так то есть здесь я должен сделать здесь state products вот теперь заработать точно не стоит каждый раз говорить точно вот но вроде как никаких проблем уже быть не должно давайте попробуем да супер оно работает единственное что да какая-то проблема с получается получается что он затирает старые данные я фильтрую из state а надо фильтровать из price потому что price у нас будет всегда такой как он есть вот и после этого мы сможем пофильтровать самый исходный объект то есть давайте он опять что-то не так вот ну в общем когда я готовился к этому лайфходингу все было по-другому конечно же все работало как всегда происходит какая-то непонятная да ты прав точно оно все просто такое большое и как-то сразу и не видно что творишь да и я возвращаю все возвращаются обратно все работает наконец все классно вот что хотелось бы сказать напоследок то что все вот эти вот идеи с этим GSX с компонентами но выглядит как-то немножечко страшно и возможно немного отталкивает я скажу честно что я не с первого раза вообще вот смог взять все из-за react и все сразу же начать писать я сначала сел оно мне жутко не понравилось я его забросил второй раз я сел тоже что-то посидел и как-то мне тоже не очень понравилось вот но потом на третий раз я уже задался целью во что бы то ни стало разобраться потому что что это такое все говорят что оно классное а я что-то оно мне не нравится я посидел немного больше и потом оно мне начало нравится и реально в принципе писать на нем очень просто то есть вы видели что мне нужно описать метод рендер там небольшие манипуляции произвести с данными и все работает единственное что нужно вот все время держать себя за уши и говорить что думать насколько большой насколько большой компонент ты делаешь потому что если из этого всего написать тысячу строк кода компонент то это все круто конечно но это не работает это не то чего хотели создатели и в принципе это не best practice то есть компонент он должен быть маленьким аккуратным понятным чтобы его будет тогда и проще тестировать и то есть любой человек который придет он сразу же откроет компонент и сразу же все будет понятно в чем там проблема может быть ошибка вахту фиксит вот поэтому нужно следить за собой и стараться стараться делать все классно то что может быть еще отталкивающим это вот этот метод рендер которым html вроде бы как на самом деле нет но выглядит как html в методе рендер и прям в javascript и не круто вот то что разделение ответственности и все такое но на самом деле разделение ответственности нашего приложения мы как раз разделяем ответственность на отдельные компоненты маленькие то есть у каждого своя задача собственно оно и есть такое true разделение ответственности потому что если мы разнесем разные файлы в верстку код и стили то это как бы больше разделение технологий не ответственности потому что ответственность у них все то же самое сделать какой-то рабочий кусочек юая который будет что-то делать это и есть собственно компонент вот и в принципе нужно как-то с этим смириться и оно потом возможно даже и понравится мне сейчас очень нравится и теперь можно по крайней мере для меня я с уверенностью могу сказать что React.js это не просто какой-то один еще один фреймворк на джиоскрипте а это переосмысление best practices которые уже устоялись и то есть мы видим что что-то новое оно как-то необычно не так не так как мы привыкли но в принципе оно работает работает быстро классно и очень многим нравится и значит может быть это и какая-то стоящая штука и может ее стоит попробовать использовать вот я вас призываю хотя бы попробовать поиграться посмотреть что как потому что сейчас все о нем гудят и судя по тому как перенимают другие фреймворки идеи и концепции то они не так уж и плохие то есть это годная штука вот на этом в принципе я думаю у меня все если есть какие-то вопросы самое время их задать я так понял фактическая реакция это вертолус да это да получается у тебя есть у тебя есть какое-то отрендеренное view какой-то твой кусочек чего-то там вот как я показывал тут и например пусть еще кнопка вот когда ты делаешь какой-то экшен и у тебя по идее должно что-то поменяться я делал сайт и реак строит я же говорил у него есть внутреннее представление дома то есть все эти элементы они представлены как объекты вот он строит новое как будет выглядеть дом после вот этого изменения потом он сравнивает с предыдущей копией находит пару элементов например которые изменились и он меняет точечно вот только и за счет того что не нужно делать каких-то апдейт вьюшки например который будет перерендеривать все он перерендерит только один или одну кнопку поменяет текст в одном месте то есть он делает точечные изменения и собирает их после цикла как я показывал множество сетстейтов он потом один раз делает запись в дом и это будет намного более эффективно чем мы будем делать пусть такие же точечные записи но там write-write-write-write много раз а он сделает это потом таким пачкой сразу же все в один вид вот ну это еще вопрос смотри ты там делал в коде по сути колбэк правильно на онсердж да вот а есть тут вообще какие-то ивенты либо что-то похожее да в принципе если вот такая структура как у меня что мы в одном компоненте нам нужно что-то сделать из дочернего то мы передали туда колбэк и когда дочерний будет готов он его вызовет но иногда нам вот эти вот данные тот же наш прайс нужно прокинуть через несколько компонентов внутрь вот и в принципе это уже более тема флакса архитектуры можно использовать папсап в самом в самом флаксе есть библиотечка маленькая от от фейсбука там есть реализация вот это вот диспетчера вот можно подключить либо events например взять с нее event emitter и использовать папсап да там это работает ну здесь в самом простом примере мы можем просто передать колбэк и получается что у нас есть данные в каком-то в самом верхнем элементе там где они должны быть и по этой структуре дерева они просто растекаются и каждый берет себе что то есть каждый родитель передает то что будет нужно дочернему и при всех вот этих вот изменениях стоит и все сразу же получили обновленные данные и всегда данные обновлены что в принципе круто еще вопросы есть есть еще давай давай еще еще библиотеки я не уверен я не сильно уверен но мне почему-то кажется что фейсбуковская реализация виртуального дома она может быть лучше не знаю это нужно проверять но так мне почему-то кажется что фейсбук они в принципе довольно компетентные в этом и так как реакт уже попробовала очень много людей они не говорят что фута это ваш дом это говно вот и ну репутация да но все равно люди пользуются не потому что фейсбук написал а потому что оно работает хорошо реакт в принципе тоже небольшая библиотека просто для рендеринга просто она классно работает в больших проектах ну и в маленьких в принципе тоже учить ее просто писать тоже не очень сложно в принципе комьюнити хорошее большое будущее версии эмбера тоже будут использовать что-то наподобие виртуал дом может быть они вынесут это как в отдельную либо и другие фреймверки смогут взять эту реализацию виртуал дома и себя использовать может быть может еще вопросы да это тема еще может даже ни одной презентации самое самое частое вот у меня даже есть на презентажке есть вот этот кубик связка реакт с бэкбоном это пожалуй самое частое сочетание и нам нужны какие-то модели мы используем бэкбоновские модели иногда еще используют бэкбоновский роутер например ну реактор есть свой классный роутер можно использовать бэкбоновские модели и в принципе совместить дата лейер от бэкбона а UI от реакта есть множество вариаций например есть ангулар реакт это директивы для замены UI лейера в ангуларе есть очень много таких всяких разных поделок вот сегодня буквально на почту пришел какой-то спам чуваки сделали связку метеор и реакт и говорят тоже очень шикарно так что это все есть можно компоновать как угодно использовать сам реакт использовать с чем-то вариантов очень много а в том то и дело что как мы видели в принципе операции с домом вручную мы никогда и не должны делать реакт потому что мы должны ему просто сказать как оно должно выглядеть дать ему данные все это полностью его responsibility а вот нечего использовать в jQuery который раньше было такое что реакт ругался когда его элементы пробовали менять снаружи он прямо говорил пошел ты не трогай это мое и всыпал красные строчки в консоль вот ну не знаю как jQuery как по мне то есть множество React компонентов если нет то можно написать свой и jQuery в React прямо напрямую использовать менять дом это не best best practice использовать веб компоненты React научился с ними дружить можно взять и в тот же метод React render можно скормить веб компонент он тоже его отрисует и будет работать вот так что если использовать React то же новый компонент и в сайте JQuery можно развивать ну побольше по большей сути да потому что тот же самый твит укип тоже какой-то компонент и проще если у тебя будет консистенция между твоими компонентами у тебя будет все свое и ты будешь как-то уже с ними разруливаться ты потом сможешь и стили поменять сразу централизованно и все менеджить потому что если там ты будешь где-то JQuery дергать дом то нарушается предсказуемость и ты можешь из одного места менять что-то другое это идет разрез с идеей компонентов на проводе вы там еще есть да есть вопрос у вас есть или будем заканчивать ребята на ремоуте есть вопросы к Евгению значит нет отлично спасибо большое тебе за презентацию вот следующая презентация будет от Максима Штыри он будет рассказывать про WebUI КЕ Модел правильно Макс вот увидимся через две недели всем хороших праздников хорошей погоды и настроения всем пока пока